Шесть стандартных поз на учёбе за партой. Мне кажется, если сидеть в такой позе на первой парте, вот как вот самая правая поза, то училка может спотнуться от твоей ноги и покатиться куда-нибудь. Это я делаю уроки. Молодец, молодец, котик. А даже стены кажутся интересными, когда учишь. Типа ты зубришь такой, блин, надоело, раз на стенку. Какие у меня узоры на обоях интересные. Я сказала... Господи, я увидел эту рожу, у меня... Чё-то не блевануло, ладно, шучу. Я просто кашляю. Я сказала, открыть тетради, а не рты. Да, это опять стандартная классическая фраза. Я не знаю, они уже рождаются с этими фразами или как? Арамис, Партос, Атос, Маман. Пропущенных, 33. Пападос. Маман ещё нормально записан в телефоне. Знаете, как я у своей дочке записан в телефоне? Орвыш и гор. И там аватарка такая стоит. Я не знаю, я как-нибудь её просто покажу вам, эту аватарку. У меня не такое лицо. А листик брать в клеточку или в линеечку? Да хоть в кружочек. Вызов принят. Нихрена себе, а что? А для чего такие тетрадки с листочком в кружочке? Или это прикол какой-то? Я такие ни разу не видел. Хотя, может, и в треугольничек ездят. Чёрт его знает. Никогда не ходи в места, где курят и матерятся. Окей, Мам, больше в школу не ногой. И домой тоже. К бате в комнату. Никогда в жизни. Тянешь руку. Тянешь-тянешь. Ладно, отвечаю, Лулоев. А можно выйти? И она взрывается от злости у челка, в смысле. Давай дневник. Я его дома забыл. А голову-то не забыл? При чём тут голова? Да. Вот при чём тут голова? Почему голову? Почему, не знаю, нос, губы, там, руки? Вот где связь? Где логика в этой фразе? Её просто нету. При чём тут голова? Вышел к доске, прозвонил звонок. Пока не решит, никого не выпущу. Но это несправедливо. Другие-то почему должны виноваты быть? Дай ручку. Пиши кровью. Я такой, только твоя. И этой катаной рубишь. Вот так вот. Нескосок. Группника, одноклассника. Зачем? Что я несу опять? Школа, второй дом. Где мой диван и холодильник? Закон американских фильмов номер 40. В смысле номер 40? Где-то есть ещё другие законы. Все старшеклассники приезжают в школу на крутых тачках и выглядят, выглядят как взрослые мужики. Даже старше меня. Я не знаю, в чём смысл, для чего так сделан. Ну, наверное, чтобы казаться круче для обычного русского школьника. Чтобы русский школьник такой... Не парьтесь, пошли они все. Как я вижу свой телефон? С интернетом? Без интернета? Ну да. Самые медленные животные. Черепаха, ленивец, улитка. Я иду в школу. А где мне им самые быстрые животные? Типа гепард, там ещё кто-нибудь. И лошадь там, кей-нибудь. Беркут. Летит же он быстро. Типа я возвращаюсь со школы. Закончился урок. Бежим в столовку, пока не заняли очередь в буфете. Быстрее, быстрее. Да-да-да. Блин. Это жиза у нас так же было. Самое ужасное время. 7.00 в моей жизни. А если ты далеко живёшь, как я жил, и мне в школу нужно было на метро ездить какое-то время? Последние три года это была дичь. Я вставал ещё раньше. Ботан психанул. Ох, ничего себе. Ничего себе он там накалякал. Окей. Жизнь прожита не зря. Чувак, давай в книгу рекордов Гиннеса. Тебя с таким рекордом. Где круче, в школе или в университете? В садике. В садике спят в обед, потому что... Родители. Ну почему? Вы думаете, если мне скучно и нечего делать, уроки меня развеселят? Ну это же так весело. Это же счастье, радость. После экзамена... Ох, чувак, ты закипел, по-моему. Надо быть проще. Хотя нет, если будешь проще, пора, что получишь. Моя комната, как её вижу я, как её видит мама. Как мама описывает её другим. Типа мусорная свалка. У вас тоже в классе есть девочка, мальчик. Которая всё время выпендривается, везде пытается быть первым или первой. И везде сует свой вонючий, поганый, гадкий, сопливый нос. Сволочь такая. Не, нету, что? Не. Учитель, библиотекарь, трудовик, биолог. Он нормально. А когда физра первым уроком? Сон. Типа можно забить? Ну да, я признаюсь, да, грешил забиванием. Да вообще всего, что можно, бывало, да. Очередь школьной столовой. Училка. А ну дайте пройти, иначе два поставлю. Куда лезешь без очереди, мразь. В смысле, нет, без мразь. Закон школы. Если училка вышла из класса, все начинают кричать. Зачем? Да просто потому, что скучно. Зачем? В школах заставляют носить школьную форму. Я что-то от этого ум не стану. У нас половина того времени, что я учился в школе, не было школьной формы. Другая половина была школьная форма. Но у нас все забили, и один только пацан ходил в школьной форме. А все над ним угорали, типа, в школьной форме. Не смогли, короче, заставить нас носить школьную форму. То чувство, когда ты сильно болен. Но мама говорит, что тебе все равно надо идти в школу. Хм, забавно, бывает. Ну ты упади в обморок. В обморок, чувак, помогай. Или сдохни. Приходишь со школы и видишь, что интернет отключили. Мне очень нравится грамотность здесь. Видишь, видишь, это что? Без мягкого знания. Ладно. Получил пять за контрольную. Это точно моя тетрадка. Такой, смотришь, блин, почерк мой. Фамилия вроде тоже моя. Не, не может быть, наверное, одна фамилия с таким же почерком. Когда опаздываю в школу. Ну понятно. Это и такие вот такого рода мимасы мы с вами тысячу раз уже видели. Ну, мол, в конце своего обучения в школе тебе на все. Да, пофиг. Я сказал, пофиг, вы что подумали. Когда пришел в столовку, а еду еще не накрыли. Пускай тебя гипнотизирует тарелка. Хотя нет, это ты ее гипнотизируешь. Спасительная шпаргалка на экзамене. Моя прелесть. На алгебре делать нечего. Наталья Яковчук. Завтра к доске пойдешь. А, а, я понял. Ей училка в комментах пишет. Не, 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 лучше ничего такого не делать, потому что училка может зайти, посмотреть твои соцсети, и тогда завтра к доске пойдешь, девочка. Такие лекции я бы не пропустил. Не прогуливал. А прикиньте, ну, потом, не знаю, экзамен или опрос какой-нибудь там. В конце, в конце урока достаем твои листочки, а ты такой, все прослушал, и тебе пипец. Как это видит препод, как это видим мы. Ну, все верно, потому что это экстремальное, блин, занятие такое, передавать всякие бумажки. Школа детей с пронормальными способностями. Марья Ивановна, а Петров опять без головы пришел. Петров, где голова? Дома забыл. А голова дома не забыл. И у училки случается когнитивный диссонанс. И у него самая голова разлетается. Господи, помоги доучиться этот год и не сдохнуть. Ну, каждый год так можно молиться. Доучишься, год и денешься. Никто еще не подыхал из-за того, что ему было тяжело учиться. Надеюсь. Я надеюсь. Я в выходные, я в будни. Че в будни? В будни ты? Ты бухой в говно, что ли, в будни? Рано. Разговариваю с другом на уроке. Ой, завтра в школу придешь со своей мамой, учитель говорит. Но моя мама в больнице. Ой, мне так жаль. Передавай, чтобы оздоравливала и больше не болела. И больше не болтай на уроке. Она медсестра. Ну, это, конечно же, ты в мыслях своих произнес. Почему ему можно в туалет, а мне нельзя? Потому что... Потому что он сын училки. О, я придумал. Напишите в комментариях, почему ему можно? Этой сволочи в туалет можно, а тебе такому хорошему нельзя. А? Почему? Почему так несправедливо? Пиши в комментариях, я почитаю. Что делают в школе? Нормальные люди. Пришел, поучился, ушел. Я пришел, поржал, ушел. Да, нормально. Можно и поржать, и поучиться, в принципе. Но... Ну ладно. Чаще, конечно... Ладно, тихо, спокойно. Как выглядит пенал в начальных классах, в старших классах? Типа, просто одна ручка, и есть свой пенал? Ну ладно. Отец проверяет дневник сына. Физика 2, химия 2, история 2, литература 2, пение 5. Господи, этот дебил еще и поет. Да, сектор газа поет. Чистушки матерные. Узнал, что по контрольной 5, а потом я проснулся. Окей. Пришел в школу без сменки, отправили домой за ней, ушел домой и не вернулся. Нет, пришел такой, с одним ботинком. Такой, а, я опять забыл вторую пару ботинок, второй ботинок. Где-то опять отправили, и, короче, так, ходил туда-сюда. И потом в итоге... Ну, короче, вы поняли. Блин, что я тут фигню опять порут? Начинаю какую-то. У школы есть три плюса. Выходные, каникулы и друзья. Все верно. В Финляндии не принято вызывать ученика, если он не изъявил такого желания. В этой стране считается неприемлемым выставление недостатков учеников перед одноклассниками. А я записываю ролик-то вообще? О, господи, записываю. Просто бывает забываю микрофон включить, а телефон не забываю включить. Да, хорошо. Когда с другом ищите нужный кабинет? Да, забавно. Мне, кстати, часто пишут, что мы никогда не узнаем, если Макс вдруг забыл включить запись. Ну, в общем-то, да, так и есть. Не узнаете. И вы не знаете, было ли такое когда-нибудь? Да, было такое. Было. Пару раз за мою карьеру на ютубе было такое. Карьеру, как звучит-то? Можно ли это назвать карьерой? Нет, наверное, не карьера. Карьера – дурацкое слово. Звонок для учителя. Ну, так иди уже отсюда. Пинкай. В смысле, не надо, конечно же. Я пошутил. Урок начался. Учителя еще нет. Стоит на шухере. Учитель идет. Ну, типа, он прикололся такой. Прикололся, ждать и посидит. Типа, а, да нет, этой дуры пока там нету. А училка, кстати, стоит и все слышит. Запишите номера на дом. Боже. Куда столько много-то? Закатай губу, женщина. Во-во, закатай губу, женщина. Ты зачем столько задаешь? Сама свекнулась, что ли? Сама, блин, делай свои задания. Два плюс два, четыре. Понятно? Да. Тогда пишем контрольную. Петя съел одно яблоко. Вычислите массу земли. Так масса земли давно вычислена. Ее можно просто загуглить. Извините за опоздание. Можно войти. Милые хаски. В каждом классе есть примерная девочка, которая за любой ответ получает пятерки. Как ты это делаешь, ведьма? Да. Когда заболел во время учебного года. Заболел во время каникул. Это очень грустно. Кто мы? Школьники. Что мы хотим? Лето. Да, Джареда Лето. Это, на урок музыки. Джаред Лето, чтобы ввел урок музыки. Ну, прикольно. Этот момент, когда одноклассник заснул, у него слышал звонок с урока. Уходим, пусть выспится. А он просыпается, там уже другой класс. Прикиньте, сидит. А когда просишь школу еду. Чувак. Не, я понял, да. Мем забавный, но вот если взять эту фотографию, там же, наверное, опасно так сидеть. Ну, это как бы гиены. Нет, нет, ничего. Ничего страшного. Друзья, ладно, я Макс Максимов. Если видео поняло настроение, подписывайтесь, ставьте лайк. И до завтра. Пока.